снова здравствуйте друзья еще хочу показать вам пару новиночек которые у меня были с открытой корневой системой вот это такая гортензия это новинка 22 года она пока без названия биджи пришла с открытой корневой системой посмотрите какая прекрасная корневая система есть уже тут белое всасывающее это я покупала в совместных закупках на одноклассниках кто в белоруссии может быть они росли в горшках в больших чтобы не транспортировать такие большие может быть выкапывали знаете не знаю но сажаю в горшки как за грунт какой брала кислый грунт ну и стоял у меня ящик в прошлом году росла бегония я смешала вот тот грунт и с кислым двина синий кислый этот грунт два с половиной три с половиной вместе с такой ну с более темной землей что еще я заметила когда покупала все саженцы европейские вот такие что у них в корнях осмокот поэтому я туда добавляю осмокот вот с такой формулой но у меня такой есть 16 9 16 9 12 это 3-4 месяца в общем в грунт беру 10 литровый горшок но для такой корневой системы да в грунт вмешала 4 грамма на литр где-то я тут столько и подмешала этого осмокота видите рыхлый грунт корневую систему чуть-чуть подрезала чтобы не вылазила за краешки этого горшка ну чтобы она не упиралась в горшок в принципе и засыплю таким же грунтом видите видно что еще она у основания дает тут почечку ну вот это новый сорт еще такое рабочие у него название биджи сорт 22 года не буду вам показывать как засыпаю но в принципе засыплю до вот до к так как была по уровень вот тут до этой шейки эти вот в таком она состоянии ничего не обрезаю все крепенькое крепенькие такие побежки это тоже низкорослый сорт так вот еще у меня white light для меня новинка она была с открытой корневой системой тут есть кое-что срезать кое-что срежу кое-что поломано но в принципе вот даже для себя даже для себя как бы хронология такая потом еще у меня новинка lime sparkle она была в горшке в p9 немножко такая перелитая я ее это временные такие горшки потому что больших пока нету вот какие я нашла она у меня в один ствол но посмотрите в один ствол но ствол такой как бы толстоватый я думаю именно ее я так и оставлю вот lime sparkle посмотрим тоже низкорослый сорт маленькие междоузли так вот еще такая новинка 22 года би с вот такая нам ко мне пришла открытая корневая система но по тому же принципу грунта смокот она где-то лежала немножко как бы такие но вместе видим видимо кучей лежали тут не совсем видно где почки где не почки попозже может быть обрежу вот такая так значит у white light показывала и еще посмотрите little fries была в таком горшочке в p9 мокрая конечно девочки стараются поливать быстренько вот этот горшочек и посмотрите на нее посмотревший веник веником тонкие тонкие побежки вот я думаю интересно многим как такую буду обрезать посмотрите вот тут вот внизу видите видна почечка а по всему по этому стволу вот тут вот две почки а сверху ну просто просто метла всю эту метлу спускаюсь вот тут вот эти тоже веточки знаете мне они в этом году даже и не нужны спускаюсь на всякий случай тут есть почка вот тут внизу и на стволике вот тут вот есть две почки я срежу выше этих почек вот эту метелочку всю я срежу посмотрите вот эту метелочку поставлю в воду она пустит мне побежки и и укореню так а что сделаю вот со вторым этим побегом извините тут на стволике на самом почек я не вижу поэтому оставлю ой вот эти почки которые тут есть а вот эти все выше веник обрезать обрежу вот видите так они же чтобы не потерять же череночки ценные и так же вот тут то что она чуть-чуть пошло в рост я вам говорю замажьте пишут в комментариях многие я не боюсь я иногда лаком для ногтей замазываю но может быть возьму и тоже капну воском свечи горячим воском свечи и вот этот веник видите ну что зато за веник вот тонкие поломанные сразу формируем кустик так посмотрите что получилось литр фрайс да она низкорослая но мы же тоже хотим сформировать каркас вот побег должна выпустить она тут в надежде 2 ну и вот на этой веточке потому что тут ничего не видно если я увижу что тут многовато мне этих веток я их нормирую уберу в общем буду формировать как я вам показывала вот эти из европейских питомников толстые-толстые побеги а посмотрите что из этого веника было бы ну росли бы эти веники но укоренялась бы она но веники и веники а так мы на следующий год вырастим более менее крепкие побеги когда она опушиться немножко ну ли этими побежками понимаете мы увидим сколько нам нужно нужно нам вот сейчас их раз два три 4 5 7 нужно нам всем не нужно или мы что идет внутрь и нормируем уберем посмотрим в общем все буду вам показывать вот это ставим воду и укореняем в общем еще вот такие вот новинки а ну вот еще white light видите это крепенькая но обрезать конечно тоже кое-что есть вот вот тут обломана веточка вот это мне вся вообще не нравится поэтому я все вот так уберу так чтобы даже не потерять так вот это вот все тут убрала что мне не нравится тут не нравится вот этот вот торчащий на принципе наверно мне тут все вот это не нравится вот это мне не нравится тут есть . вот но если видно не видно трудно смотреть в камеру извините и сюда вот тут есть почечка так и вот это я думаю что мне не нужно но я же хочу эти новые для меня побольше оставить чтобы при нормировании потом их черенковать вот тут вот торчит что-то ветка непонятная нам не тоже не нужно ой плохо видно конечно внизу проснулись побежки вот это сломана веточка значит мы я ее подравняю на сломе много брать не буду потому что хочу взять ее на черенки видите вот все что сломано убираем хотя саженец крепенький тут пока тут пока сейчас нету времени обрезать я подойду к чуть попозже я думаю что как бы тоже что-то сделаю сейчас сейчас делаем нет тут не проснувшись почки есть я вам говорю хочу оставить чтобы взять на черенки у нее а нет давайте я ничего не буду жалеть я обрежу обрезаю все это у нее есть почки вот эти ветки мне совсем не нравится эти ветки мне не нравится пускай она мне выпустит пониже из этих почек да но сделаю конечно эту так вот это будет white light вот так ее обрезала еще и при нормировке немножко по убираю эти постараюсь собрать поставить в водичку и будет у меня новые череночки ну в общем вот так сейчас это засыпаю чуть-чуть проливаю чуть-чуть я вам говорила когда них не весь ком заливаем чуть-чуть проливаем чтобы а так влажный грунт для пускания корней не нужно нам тут такое болото в общем спасибо дорогие друзья за внимание и до новых наших встреч до новых экспериментов